Так, и вот что сейчас в России происходит? Режим падает, Владимир? Или еще рано об этом говорить? Прежде всего, смотрите, не надо таких завышенных ожиданий. Раньше времени в российской политике, в российском обществе все-таки ключевое слово это инерция, и русские долго запрягают. Поэтому на фоне вот этих бурных экономических событий, я там много слышу таких прогнозов, что сейчас случится коллапс, там режим рухнет и так далее. Подождите, не спешите. С этим, безусловно, будут очень серьезные политические последствия изменения у этого кризиса, но не стоит ждать, что вот прям завтра, там, overnight, там, через месяц-другой все это кардинально изменится. Запас прочности у действующего режима достаточно большой, Евгений. Ну, а все-таки, как вы измеряете этот запас? Вот британские букмекерские конторы уже принимают ставки, падет ли режим Путина до конца 2015 года. И ставки принимаются с большей долей вероятности, чем, скажем, ставки на то, что Россия лишится чемпионата мира по футболу в 2018 году. Это считается менее вероятным событием. Владимир. Смотрите, если серьезно это анализировать, я бы очень советовал смотреть на опыт предыдущего федерального выборного цикла. Вот у нас же в 2008-м разразился невиданный вообще для путинского правления кризис, когда вдруг прекратилась вот эта длительная эпоха постоянного роста, экономика начала падать, доходы перестали расти. Но потребовалось три года, прежде чем все это вылилось в очень серьезное протестное голосование на федеральных выборах. И вот в те знаменитые уличные протесты, о которых все знают. Хотя, те, кто наблюдал, ну было видно. То есть вот три года копилось напряжение, шли митинги от Калининграда до Владивостока, сильно падали результаты правящей партии на выборах. Но это все было очень постепенно, не сразу. И, ну у нас общество так устроено, что люди вот просыпаются реально ближе к каким-то большим федеральным событиям. Скорее всего, сейчас очень многие смотрят на думские выборы 2016 года. Вряд ли они пройдут досрочно. То есть нужны какие-то экстраординарные события для этого, да. Поэтому что-то может быть, будет какой-то шум, будут какие-то протесты. Но вот кульминация, скорее всего, она будет не быстро и, скорее всего, будет связана с событием федеральных выборов. Ну скажите, Владимир, вы наверняка смотрели или читали расшифровку пресс-конференции Владимира Путина, которая три с лишним часа продолжалась в четверг. Вот вы поняли, у него есть какая-то стратегия, в том числе в отношении Украины. Или он работает в режиме оперативного реагирования тактического на изменение ситуации каждый день. Владимир. Ну в отношении Украины он вам свою стратегию настоящую не расскажет и не надейтесь. Мы можем отдельно это обсудить, но, конечно же, он не будет публично раскрывать свои карты. В отношении экономики здесь вот я хочу сказать, что очень много людей в эстеблишменте, в бизнесе, причем, которые были раньше пропутински настроены, там, Крым наш и все такое, они разочарованы его двумя вот этими большими выступлениями. Две недели назад послание парламенту и вот сейчас большая пресс-конференция. Все ждали от него. То есть мы находимся в самом серьезном кризисе с момента распада Советского Союза. Такого кризиса еще не было. И, естественно, все ждут, что будет какой-то адекватный ответ, план действий, который может предложить только один человек. Он настолько замкнул на себя все руководство страной, в том числе экономическими вопросами, что все остальные это просто статисты. И вот этого плана он не предложил. В основном он хвастался тем, что у нас по-прежнему там 400 миллиардов резервов Центробанка. Но все понимают, что ситуация настолько серьезная, что этого не хватит. Да и на самом деле там намного меньше реальных денег в этих резервах, которые можно действительно использовать. То есть вот я вижу, что разочарование внутри эстеблишмента растет. Но он настолько вот сильно вытравливал все эти годы вот всех людей оттуда, которые серьезно могут что-то взбрыкнуть, что это еще долгий путь до того, пока это вылится в какие-то серьезные внутренние политические противоречия, Евгений. Ну хорошо, Владимир, а все-таки насчет Украины, как вы думаете, как он будет действовать в вопросе украинского кризиса? Он обжегся в этом году очень сильно. Но прежде всего у него полностью провалился проект. Он ожидал, что... Вот он всерьез рассчитывал и слушал тех людей, что весь юг и восток Украины, который говорит в основном по-русски, он весь захочет отсоединиться от Украины и вступить в Россию. То есть вот там были люди, которые серьезно ему это впаривали в мозг. Вот это все абсолютно провалилось. Для него была масса других неприятных открытий. Он не ждал, что Запад так поведет себя серьезно по санкциям. Он не ждал, что это будет иметь такой эффект на экономику. Он недооценил украинскую армию. Он переоценил российскую. Судя по некоторым признакам, мы не очень далеко ушли от ситуации 2008 года. Я думаю, сейчас он будет больше сосредотачиваться не на каких-то открытых боевых действиях и так далее. Скорее всего, стоит ждать нового раунда попыток вмешательства в украинскую политику, как на общегосударственном уровне, через вот примерно то, что было в Грузии с коалицией Ванишвили, когда под разным соусом, даже не обязательно пророссийским, но в общем задача была власть Саакашвили отодвинуть. И безусловно, через в том числе активное внедрение спецслужб и так далее, он будет пытаться привести к местной власти вот в южных, восточных областях каких-то своих людей, дестабилизировать ситуацию таким образом. Я думаю, он переходит больше из стадии какой-то открытой горячей войны и конфликта в стадию вот более понятного ему такого расшатывания ситуации с помощью спецслужб и закупленных им политиков. Владимир, если у вас есть вопросы, я бы хотел бы ответить. Пожалуйста, Григорий Немыря, депутат Верховной Рады, хочет задать вам вопрос. Я согласен с вами в оценке того, что по Украине вряд ли вчерашняя пресс-конференция Владимира Путина дает основания делать оптимистический прогноз. Единственный новый термин, который прозвучал у него, а ранее у Лаврова, это намеки о намерении все-таки, чтобы Донбасс был частью общего политического пространства с Украиной. И это только подтверждает гипотезу того, что идея минского формата, а именно ни мира, ни войны, имеет свою целью создать зону постоянной нестабильности. В отношении экономики, по-видимому, также нужно руководствоваться правилом номер один кризисного управления «Ожидай наихудшего» и готовься к этому. Запас прочности есть. Основная проблема Путина в среднесрочной перспективе и России, это не диверсифицированная экономика, поскольку, если останется так, как есть, это газ, нефть и военно-промышленный комплекс, то с учетом... Григорий, извините, перейдите, пожалуйста, к вопросу, у нас скоро прервется слез. В данном случае это основной вызов для Путина в среднесрочной перспективе. В ближнесрочной перспективе вызов того, что в этом году, в 2015 году, уток капитала или побег капитала, отток капитала за границу в России, по разным оценкам, может составить до 130 миллиардов долларов, а это почти в два раза больше, чем в прошлом году. В этом случае возникнет проблема социального характера. Я согласен с вами, что первая оценка того, насколько популярность правящей партии сохранится, будет в этом году. Какой вопрос? Вопрос мой состоит в том, насколько, чтобы выборы что-то изменили, должны быть внутренние факторы, а именно оппозиция. Насколько на местном, региональном и на национальном уровне в России имеет шанс возникнуть достаточно убедительно конкурентноспособная оппозиция? Владимир. Ну, да, я кратко отвечу, это самый тяжелый вопрос, да, то есть вот наши протесты 2011-2012 годов показали, что у нас даже население готово выходить, ему, в общем, надоела эта система, несмотря на то, что впрыснули допинг там в виде Крыма в этом году, да, но людям не нравится эта система, они очень устали, они готовы выходить, протестовать, голосовать за оппозицию, но вот этой политической инфраструктуры, в общем, нет, Путин ее за 15 лет довольно эффективно разгромил. Мы, конечно же, сейчас пытаемся вести переговоры, договариваться о какой-то широкой антипутинской коалиции на будущие выборы, но, честно говоря, я вас не буду обнадеживать, потому что процесс это крайне тяжелый, и вот эта инфраструктура политическая, она очень сильно отстает от возможного социального возмущения, которое, я уверен, действительно будет прорываться. Последний вопрос, Владимир. Давайте у нас герой, хотя бы очень просит слова, да, Владимир Куплевский. От молодого политика мэра города Ирпеня. Владимир Карплюк задает вам вопрос. Хотелось бы вернуться в начало темы по поводу возможного конца империи. Понимаете, вы вспоминали кризис 2008 года, проводили сравнения, но я уверен, что большинство жителей России четко понимает, что тот кризис был связан с экономическими мировыми факторами. Я уверен, что сегодня каждый житель России понимает, что сегодняшний кризис ваш, он четко может быть связан с международной изоляцией. из-за событий в Украине, аннексия Крыма и война на Востоке. Каким образом этот фактор влияет сегодня в России на общественное мнение? Да, Владимир. Ну, если просто, да, если просто ответить, то людям не очень интересно разбираться в глубинных причин. Они просто видят, что у них раньше росли зарплаты, у них раньше была возможность взять кредиты, купить себе какие-то вещи длительного пользования, там, машину, там, бытовую технику, квартиру в ипотеку, да, то сейчас эти возможности сжимаются прямо на глазах. То есть мы увидим там в ближайшие несколько месяцев падение покупательной способности, ну, минимум на десятки процентов. Как это объяснить? Вот, честно говоря, это большое поле для соревнований между государственной пропагандой и тем, что сможет предложить оппозиция, да. И здесь ничего, я бы сказал, что здесь ничего не предопределено. Я лично активно, там, я участвовал в выборах в этом году, меня, правда, сняли, да, но, как и многих других кандидатов, но я общался с огромным количеством избирателей лично. Люди готовы слушать правду. В общем, они тоже немножко от пропаганды устали, да. Вопрос только в том, что пока у них все было довольно благополучно, они вот не рисковали будить это лихо. Я думаю, как только ситуация сильно ударит по их кошельку, ну, мы это видели уже вот в предыдущем цикле после кризиса восьмого года, как только становится хуже, то сразу роптать начинают громче. Так что здесь это будет вопрос к нам, насколько мы эффективно сможем это использовать.